Добрый вечер. Сегодня я вам расскажу о массивных детекторах, располагаемых в локальной плоскости телескопа, основанных на частотно-селективных поверхностях. Сначала пару слов можно сказать о том, что такое частотно-селективных поверхностях. Частотно-селективных поверхностях — это некий двоюродный брат метаматериала. Это такая плонарная структура, которая состоит из одинаковых элементов. То есть мы можем выбрать негидарную ячейку и при помощи трансляционной симметрии в параллельных леденосах создать бесконечное полотно таких ячейок. И в зависимости от параметров или топологии ячейки у нас поверхность может отражать в каком-то диапазоне, а мощность может поглощать, и мы можем своими руками задавать СЧМ свойства этой поверхности. Практически такой двуметный материал. Если у нас такая поверхность состоит из детекторов, то мы таким образом всё принятое изучение можем согласовать с детекторами, не всё, но большую часть, и сделать что-то на подобии фотоаппарата. Но теперь нам нужно какими-то инструментами пользоваться. Как же мы будем моделировать наши топологии, чтобы получить то, что нам нужно? В качестве такого инструмента может использоваться теорема Флаке. То есть когда у нас есть бесконечная поверхность с трансляционной симметрией, то мы можем выделить элементарную ячейку и проводить электромагнитное моделирование только этой ячейки, установив на границах периодические ограниченные слои. При этом, вот мы для фотологии, которая падает нормально в поверхности, устанавливаем периодические ограниченные слои. То есть tx это у нас бесконечный элемент общения. Но также, когда у нас волна падает под каким-то углом к этой поверхности, мы можем на верхней, то есть у нас элитическая структура, у нас элементарная ячейка, и в программных пакетах электромагнитного моделирования мы где-то задаём источник возбуждения. Обычно это одна из поверхностей, одна граница в коробочке. И, пользуясь теоремными флагами, мы можем модифицировать слегка поверхность, на которой задаётся возбуждение, с учётом угла падения отлично нормального отлично. Мы просто выберём временную задержку. Когда у нас волна падает под углом, у нас между соседними участками есть временная задержка. И эта временная задержка на противоположных границах будет простым соотношением. x, sin, t, c, c. Это скорость света. Вот я обначал отсутку историческому и немного контраспективу. Концепция массива, которая была расшитена Станиславом Маругиным. То есть у нас есть массив дипольных антенн. И эти дипольные антенны имеют какие-то разрывы. Для того, чтобы можно было оптимальным образом соединять детекторы, в данном случае баллометры, по постоянному долгу. И оптимальным образом согласовать со схемой рассчитывания локума. То есть при расчёте мы задаём изменичную обучение с клиническими изменичными условиями. У нас одна поверхность является только партом. И мы практически для того, чтобы полный отклик массива для двух ордогональных реализаций посчитать, мы суммируем отклики от двух мод этого полныйбольного порта. У нас спонтанная педагогизация раскладывается по двум артерминальным проекциям. И массив у нас может иметь чувствительности неодинаковые для ордогональных поляризаций. И вот здесь у нас очистительность одной фактор. К поляризации B1 это S1, очистительность поляризации B2 это S2. То вот, чтобы посчитать опыт к изучению с программной поляризаций, нам нужно по всем углам проинтегрировать. Так, вот здесь мы видим два ордогональных моды, когда и ордоген, и ордоген, и ордоген, и ордоген. Использует позиционную симметрику, и недавно человек передвигается. Именно не отражается симметрично, а именно ААА сдвигается. И здесь можно ввести две плоскости. И для модуль 1, для геплой, у нас потери на отражение имеют минимум на других часов. Но что здесь интересно, здесь мы видим пики с разными доблогностями. То есть этот пик второй, значит, где 387 ГГц, у него доблогность высокая, и этот пик соответствует поверхностной волне, которая распространяется вдоль плоскости всего бесконечного массива. То есть здесь мы видим основную моду, то есть как именит облитуба теоретического поля для основной моды. И для пика на частоте 387 ГГц здесь видно, что вдоль плоскости подложки распространяются поверхностные волны. То есть волна, которая падает нормально, она возбуждает волны с плановым вектором, амбицированным в плоскости подложке, что, все говоря, не очень хорошо, ибо волна затеряет такое пространственное разрешение. Вот здесь показано телевого системы координат, и вот это семейство потерь на отражение при разных углах Т. Это один из трех системы координат. Если мы построим зависимость поглощенной мощности, в том, что мы видим, что спадание поглощенной мощности достаточно медленное, и, то есть, такой массив, он вообще для числительных широких диапазоний двух, то есть это от минус одиннадцати до... То есть, если по уровню половины девять десяти минут, то какой-то сигнал мы можем получить по диапазонию до минус семьи до семидесяти градусов. Теперь, здесь у нас стоит задача все-таки построить некую картинку, построить изображение источника, то нам необходимо не бесконечную, не бесконечную массив, посматривать, а какой-то массив конечного размера. И, естественно, возникает, во-первых, насколько применимо допущение бесконечного массива для массива конечного, и какая схема, то есть сколько детекторов на квадратный экран у нас на квадратный миллиметр должны быть. Потому что, если детекторов слишком много, то они будут слишком сильно шуметь. С другой стороны, мы должны покрыть пятно пейли. То есть, здесь показаны формулы, которые можно в большинстве студенческих учебников видеть. Это рассматривается плоская волна, падающая на круглую апературу. У нас распределение мощности вдоль радиуса постоянное. И вот на этой круглой апературе возникает дефракция, и распределение мощности вписывается вот на простейне h, вписывается вот этот интеграл. Но, в целом, люди, которые нарабатывают техническими инструментами, они пользуются таким понятием, как фокальное число. Это параметр обратной светосили. Светосила с fd, а фокальное число это hd, где h это, в данном случае, корпусное расстояние. И вот в материи примерно на 5 лямбда на f, на фокальное число умноженное. То есть, вообще говоря, пятно hd определяется однозначно волной, и с отношением диаметра апературы к фокусному расстоянию. Вот если у нас размер зеркала, например, 1 метр, и фокусное расстояние 3 метра, в том числе 350 ггц, вот размер, вот здесь показана мощность, сидящая, находящаяся внутри петна, равен R. То изменяется квадратное? Что? Фокусное расстояние изнутри. Это R, а это процент мощности, сидящий в... То есть квадратная змея, она вот здесь вот. То есть вот это пробность мощности, а это на 2 петель R. Ну, чтобы мы рассматриваем кольцом толщины dx. Соответственно, чтобы полную мощность проинтегрировать, нам нужно процедурировать все кольца, площадь всех колец, а площадь единичного кольца это 2 петель R, как известно. Вот мы получаем такое распределение, и вообще говоря, все такие специальные показывают, что если у нас есть линза с покальным числом 1 и диаметром 1 м, то для частоты 350 ГГц у нас размер материи будет близок к 1 мм. То есть вот Григорий Якубов сделал оценки, и для 350 ГГц у него получилось 0,8 мм. Ну, это для фокального числа единицы, да? Для фокального числа единицы, да? Да, будем по 3,5 мм. Тут вот просто не точнее. Это сила играет. Да. Ну, если 0,8 мм, то в районе 2 мм получится. Ну, 1,2 мм. Ну, 1,2 мм, да. Ну, 1,2 мм, да. Но если у нас несколько элементов в этнической системе, то всё можно представить в виде одной линзы и одного зеркала с эффективным фокусом расстояния. То есть мы не можем эту простую формулу студенческого учебника применять для линзы, на которую падает мощность с постоянным распределением. Не плоский фронт. Не плоский фронт, да. То есть обычно галактические системы проектируются таким образом, что в краях вторичных зеркал вторичных линз то есть мощность мощности минимальная. Соответственно, там дифракции никакой нет. И вся дифракция у нас на основной репартуре. Либо это плавные зеркала, либо... Но исторически у нас многие инструменты рассчитаны на рупорные антенны, которые из-за технологических трудностей изготовления, то есть выделяя сделать выпрямленного диаметром 2 мм. Ну, можно, но сложно. Поэтому вот некое компромиссное решение 3 мм вводит. Теперь, значит, было в расчете несколько концепций. Это уже продолжение концепции, которую рассчитывал Смислав Григорьевич. А когда у нас элементарная ячейка балометров, можно представить, представленная вот в таком виде, когда плотная упаковка, многое балометрики в мельцу площади, и редкое расположение гелометров. То есть здесь, в этом случае, на ячейку площади у нас заключается... Ильин Сергеевич, мы в 4 раза меньше получили. 4 раза. Таким образом, если мы хотим покрыть пятно пейли, если у нас пятно пейли один вильня, то лучше будет концепция dance. А если все-таки, как говорится, инсталируются какие-то готовые устройства, где раньше использовались внутренние монологы, то концепция R более подходящая. И вариант концепции R, когда у нас дорожки питания, они вот видят какой-то нерединке сделанной. То есть вектор E, он видит эту дорожку питания, то есть вектор E комбинируем по оси Y и также по оси X, они видят только вот этот родник. И были эти конструкции смоделированы, при этом, когда мы какую-то топологию из проводящих пленок создаем, то у этой топологии есть некая реактивность на квадратах. И чтобы вся мощность падающей волны в этом материале поглощалась, необходимо реактивность как-то отстроить. В качестве построечного элемента можно использовать подложку, которая в нашем случае имеет оптимальную толщину, порядка сотен микрон. И здесь вот показанный для трех концепций процент поглощения мощности – это для R и это для D. то есть видно, что можно добиться более чем 90% поглощения. И для двух поляризаций, то есть когда вектор E до оси X и до оси Y ориентирован на акцию, есть такие же пики. То есть у нас на частоте 350 ГГц массив практически одинаково чувствителен к обеим ортагональным нейтрализациям. Вот здесь мы, к сожалению, видим резонансы способностей була. Третья конструкция, когда у нас был ромбик с невидимкой, он дает даже лучший результат. И была рассчитана концепция детектора, связанного с длинной чиневой антеннами. При этом идея заключается в том, чтобы увеличить дармонность схемы и сделать так, чтобы такой пиксель был более узкополосным, то есть чтобы дармонность детектора была существенно больше, чем дармонность антенны. Для того, чтобы вычислить импеданс антенны на линзе, нам абсолютно необязательно моделировать антенну на линзе. Нам достаточно администрировать структуру на подложке. Волочина этой подложки должна быть такой, чтобы у нас нижняя зона была внутри расчетного объема. И тогда у нас входной импеданс антенн будет рассчитываться корректно. Так, вот здесь показано дабл кросс-слот антенна, имеет четыре порта, и каждый порт нагружен вот таким последовательным RLCL резонатором. То есть это сим-балометр, у которого есть, собственно, громкость, сопротивление и пунктивность. И здесь видно, что вот эта характеристика антенны, кросс-слот антенна, а это кросс-слот антензи такого балометра резонансного. Теперь, если мы хотим, например, два сигнала различить, то мы можем порт нагрузить двумя балометрами, но с разными резонансными частотами. То есть у нас один балометр и другой. И в этом случае можно сделать схему чувствительную к двум разным частотам 75 и 110 ГГц. Вот эта предварительная демонстрация, что она как-то работает. Вот Дарис Сергеевич говорит, что в рамках доступных технологических параметров можно увеличить договорность таких резонансных детекторов до требуемой увеличенной. Вывод, наверное, стоит сделать с упоминанием некого факта. Вообще говоря, меня всегда как-то воспитывали, что если у нас есть какой-то детектор, приемник, смеситель, балометр, то если его не оперировать вместе с антенной и не приклеить на линзе, то ничего не получится. Однако это не совсем так. Наши дети эксперименты выполняли с фильтрами. Михаил Александрович изготавливает фильтры на основном частотно-селективной поверхности. Эксперименты показывают, что если у нас частотно-селективная поверхность хорошо согласована, она подлощает всю падающую на нее мощность, то в подложке не существует подложечных мод, которые являются основным драконом, которые вызываются при помощи линзам. То есть в целом есть некая альтернатива линзам, но, по другой стороне, линзы тоже... Спасибо за внимание. Коллеги, есть вопросы? Пожалуйста, Михаил Александрович. Значит, вот там большие решетки были нарисованы с большими геометрическими размерами. Как это стыкуется с вашей концепцией 0,5 и флябда? Если размер вот этой структуры, типа 5 на 5 миллиметров, а 0,5 и флябда не совсем меньше? Вот этот размер А. Нет, нет. Нет, нет, в самом начале. В самом начале еще и еще... Ну вот, выгибли. Тоже пролетел синенький клад. Вот эта штука. Сколько она будет поглощать мощность? Это на самом деле... Посвящаем ее черным телом. И вопрос. Либо она поглощает одну пространственную моду, одна историю, либо несколько. Если несколько, то мы теряем пространственное разрешение. Это на самом деле некий способ визуализации в HPSS. В HPSS, когда мы рисуем VK-корт, программа отображает все дополнительные и еще по одному соседу, чтобы тот, кто рисует структуру, мог посмотреть, что же там получается и правильно ли ячейка оттрансирована. Но вот в модели, которая использует теорему Flake, размер этой ячейки, размер этой решетки бесконечный. Но есть некий обнадеживающий результат, который показывает, что мы практически с небольшими изменениями, то есть если мы какую-то структуру разработали и рассчитали в условиях бесконечных размеров, тем не менее решетка бесконечных размеров будет иметь близкие параметры. Вопрос-то был в другом. Если мы увеличиваем размер решетки, мы поглощаем мощность, увеличиваем. Если мы увеличиваем размер решетки, то мы увеличиваем размер пикселя. Но что называть пикселем? Вот у нас был одиночный элемент. На нем какая-то мощность поглощалась. Если этих элементов будет сто, мощность поглотится в сто раз больше, мощность поглотится ровно столько же. Но нам не нужно будет линзу интегрировать каждому пикселю, излить по собственной линзе. Умливаются мы. Михаил Александрович, вы поспорите потом с Сашей у вас будет возможность. А у тебя нет вопросов? В общем-то я более-менее с Сашей все делал. У меня комментарий к последнему моему объявлению насчет того, что вот этот вопрос как бесконечная цепочка и конечная цепочка. Вот мы с Сашей успели только посчитать бесконечные цепочки, а потом наш Тиутомимый Суммит Махашарга взял те же параметры и посчитал бесконечные цепочки. А потом реальную, то, что нам нужно дали, по 16 на 16. И там более-менее совпало действительно эту риску. Поэтому, чтобы получить первое представление, это совершенно великолепный способ, который Саша использует. Быстро, эффективно. Дальше, вот, когда мы начинаем делать, думаю, 16 на 16, там 24 на 24, ну, конечно, там можно уже дальше считать и конкретно оценить. Ну вот, поэтому, я хочу поддерживать. Ну, поскольку Станислав у нас не утомлял людей вопросами, дайте мне задать его. Пожалуйста. У меня два маленьких вопроса. Первое – это вот влияние присутствия кремниевого слоя на импетантный газ. То есть была просто такая фраза, что при достаточно большой звучине можно считать… Можно выбрать слое достаточно большое, но должно быть, как минимум, в своем мере, ближней зоны. Да. Во-первых, у нас пластина кремниевая в двух местах, я точно определил. В одном случае у нас подложка служит неким диетическим резонатором, у которого есть некая реактивность. И эта реактивность, она подстраивает реактивность массива, который мы там себе изобрели. А что касается нижней зоны, если мы хотим какую-то антенну рассчитать, точнее рассчитать импетантскую, есть мелкая? Конечно. А он чуть ниже, около выключателя. А, да. То есть если мы нарисуем простой электрический диполь, то здесь у нас этот электрический диполь возбуждается каким-то источником тока. То у нас ток течет вдоль плещ этого диполя. То есть здесь у нас электрический диполь есть. И в нижней зоне линии электрического поля, они замыкаются на антенну. То есть в нижней зоне у нас электрическое поле, которое стопует на одном ключе, а линия доходит до следующего ключа. А в дальней зоне в таком не происходит. То есть это у нас емкость, а это у нас муктивность. Мы получаем, что импеданс этой антенны, он фактически является импедансом элицеризматора. Вот видите, у нас еще есть какие-то потери замечательные. И если мы каким-то симулятором обрезаем расчетный объем до того места, где заканчивается ближняя зона, то мы уменьшаем емкость. И таким образом у нас электрическая частота не работает. А здесь мы в подложку заберем такой значение, какова глубина ближней зоны. И я забыл стоплены. Там граничные условия perfect match layer, абсолютно поглощающие границы. То есть таким образом у нас две главные задачи решаются. Первая, резонансная частота антенны такая-то, какая-то, да? Потому что все эти емкости вычисляются как подложки. И вот в подложке никаких резонансных мод не возникает, потому что вот там граница большая. ПМЛ – это другое дело. То есть все это справедливо только, когда нет отражения от границы, которое может честно переспредить вот это поле. Но когда у нас линза, то считается, что в линзе в первом приближении отражений никаких нет. Вот ПМЛ – это другое дело. Я просто к тому, что без ПМЛ это бы не было так. Даже там, если бы толщина была не скаленна. Да, это абсолютно правильно. Спасибо. И второй вопрос – это какой импеданс портов выбрали для того, чтобы моделировать детекторы? Ну, импеданс – это, конечно же, не секрет. Во-первых, моделировалась линейная схема, и дальше S-параметры рассчитывались для значения импеданса порта. Но представленные результаты поручены для 30 Ом. То есть разные задачи, разные антенны не соответствуют разным импедансам. Вот щеревая антенна, она с нимпедана. Нет, ну понятно, 30 Ом. Нет, я абсолютно не должен выставать вашу дискуссию. Импеданс порта. На километре часа приемника. Да. С вас число? 30. Импеданс порта, в случае с узкополосными фильтрами, он… Т.е. порт – это не какой-то резистос, а это резонатор со средоточным параметром. Или даже два резонатора. Но вообще, конечно, всё в конечном виде наблюдается на… Коллеги, я должен вашу дискуссию перенести в QR. У вас будет возможность поговорить. Давайте поблагодарим Александра за доклад. Николай, прошу, ваше слово.